Дорогие друзья, у нас сегодня в гостях Андрей Пушкарь. Андрей готовится к 40-й бандете, которая пройдет Лас-Виас 13 января. Дело в том, что Андрей один из самых талантливых молодых спортсменов в нашей дисциплине спорта. Тем не менее, любой спортсмен, я считаю, каждый профессионал-непрофессионал в своей жизни должен постоянно усовершенствовать свою технику, тренировки. Так на сегодняшний день Андрей решил, постановил приехать в клуб «Золотой тур». И мы постараемся обратить внимание на некоторые его ошибки и помочь чем-то, помочь ему, чтобы он изменил что-то в своем тренировочном плане, для того, чтобы на следующий сезон, на следующий год быть гораздо сильнее. Уже не говоря о том, что вендета 40-ая, понятное дело, это важные события и пояс, и титул чемпиона интерконтинентального, которого, собственно говоря, Андрей никогда еще не выиграл. Была такая возможность в 2007 году, но ничего не получилось. Тем не менее, сейчас, на сегодняшний день, 2012 год, я считаю, что для Андрея будет намного удачнее, чем прошлые года. Да, то же самое и этот год, поэтому лучше помогать спортсменам и подсказывать. Мы, люди, которые, скажем, видим некоторые ошибки сбоку, некоторые это подсказывают, некоторые там держат в себе. Я считаю, то, что я увидел на соревнованиях уровня чемпионата мира и Кубка мира, достойно того, чтобы ему подсказать. А может, ему и поможет. Если ему поможет, я думаю, что на следующий сезон мы увидим совершенно другого спортсмена, в отличие от того, что было в прошлом году. Итак, Андрюха, скажи мне, пожалуйста, что ты выполняешь, какие упражнения на кисть, прежде всего? Кисть толстой ручкой, а вот сидя на лавке горизонтальной. То есть у тебя предплечье находится параллельно полу. Дальше кисти с угла, то есть на лавке скотта, вот такое положение статика, вот здесь кисти позаимают. Молоточки сидя с гантели одной ручкой, вот, прорабатывают. Дальше крутилка такая, палка, шпурок накручиваем, вот, хорошо проливает. Вот, бицепс с обратным хватом на пальцы, рипперы, роллинг, уже по пальцам. Тем не менее, ты в своих тренировках, ну, на своих соревнованиях чувствовал, что вот иногда тебе не хватает, вот, где-то не хватает кисти. Потому что, конечно, естественно, имеешь огромный потенциал, сильный бицепс, сильные боковые движения. Сильные пальцы, это безусловно. Все равно какого-то движения тебе не хватает наработать, чтобы это самое. Ну, как бы, я начинал заниматься право лифтингом, как бы, база была сильная. Потом начал заниматься мрестом, и, конечно, что бицепс, связка превалировали, а кисть, как бы, оставалась всегда, ну, приходилось юномерствовать. Я помню, в 2002 году, когда первый раз тебя увидел на чемпионате, в третьем году, первый раз увидел тебя на чемпионате Украины, именно твоя борьба всех удивила. Почему? Потому что ты боролся всегда по команде «Радигов» с открытой кистью, ты был тогда худощабый, высокий, весил около 85 килограммов, 93, ну, неважно. Самое главное то, чтобы по команде «Радигов» у тебя оставалась открытая кисть, и ты практически додавливал прямой рукою, додавливал руку спортсмена. В 2002 году, когда я приехал на чемпионат Украины, как бы, что такое техника борьбы, что такое верх, крюк, я не знал. Вот, я был просто здоровый, как бы, я 18 лет, жал, там, что 90, угроза, там, тянул подбородку, там, 100 килограмм на бицепс, там, штаны 100 килограмм делал. Вот, база была хорошая, а именно техники, ну, как, боролись, там, боролись за столом. А приехал на Украину, все это верхом не раскрывали, я не знал, что это такое, как с ним бороться. Уже Путин, как бы, начал тренировать кисть и узнал, как бороться. Ну, понятное дело, от того времени, что мы первый раз увидели в 2003 году до сегодняшнего дня, естественно, в таких тренировках все изменилось, ты теперь знаешь, как тренироваться, что делать и так дальше. Но, тем не менее, диспропорция, почему я говорю диспропорция, потому что нельзя сказать, что твоя кисть вообще слабая, это просто, ну, было бы неправильно, твоя кисть сильная, но есть диспропорция. То есть, именно, когда чувствуешь сильнее удар идет на кисть, у тебя она все равно проваливается, прогибается, и ты практически снова уже остаешься в такой позиции. Но, имея сильное предплечье, сильный бицепс, сильный трицепс, грудь, ты, спортсмена, все-таки додавлено. Можно сказать так, додавлено. И я считаю, что если именно добавить тебе хотя бы 10-15% силы в кисти, именно в молотковом движении и в загибе, то, во-первых, ты тратил бы меньше энергии и силы на то, чтобы спортсмена добить до подушки. Это очень важно. Почему? Потому что, как правило, большими энергетическими затратами спортсмены, ну, чего добиваются? Прежде всего, травма. Прежде всего, травма. А рвется где? Рвется там всегда, где есть тонко. То есть, если где-то, а не дай Боже, появится еще сильнее какой-то спортсмен, спортсмен, который будет все-таки знать твое слабое место, собственно говоря, многие знают твое слабое место, но еще немногие прошли твое слабое место, то у тебя будет какая-то травма в кисти. Поэтому я считаю, что мне, как человеку, скажем, многое выдуманное для арбрестинга, стоит тебе подсказать и показать, что ты должен делать на свою кисть, для того, чтобы на следующем году мы увидели совершенно другую кисть Андрея Пушкаря. Итак, с тех упражнений, что ты сказал, то есть, сидя на лавочке толстым грифом кисть, это хорошее упражнение, но я тебе объяснил одну маленькую законодательность. здесь, конечно, играет дело уже, сейчас еще возьму вот этот гриф, уже дело механики, а именно. Имея толстый гриф, центр тяжести, то есть, сам центр, на нашей кисти, проходит где? И откроем ладони и покажем. Вот здесь приблизительно. То есть, рычаг от этого пункта до этого пункта 5 сантиметров. Выполняя с вот таким грифом упражнение на кисть, центр прохождения силы нажима на нашу кисть приблизительно вот здесь. Разница между грифом с толстой рукояткой и тонкой рукояткой такой, что центр прохождения, ось прохождения в толстой рукоятке на нашу кисть находится приблизительно вот здесь. А в тонкой рукоятке, вот она, центр нажима находится приблизительно вот здесь. Что нам дают эти два сантиметра? На самом деле нам дают очень много, потому что это и это, это два разных рычага. Советую выполнять именно вот это упражнение, именно вот это упражнение, с вот таким грифом. В каком случае мы выполняем с толстым грифом упражнение на так званую кисть? Вот этой позиции, когда сила у нас переходит чуть-чуть больше на пальцы. Вот. Но это упражнение уже 50 на 50 расходится на пальцы и на кисть. А если нам нужна кисть, только кисть, то естественно лучше выполнять вот этим грифом. Дальше, ты говоришь, что выполняешь упражнение на лавочке скота, вот таким образом, так? А там будем, скажем, перевернуть или... То есть вот так, так? И выполняешь упражнение тоже на кисть. Сила в этом упражнении, тоже стоп-стодушке, правильно? Раскладывается, да, на кисть, но прежде всего на бицепс. То есть у тебя тут длиннее рычаг, чем вот здесь. Это хорошее упражнение, как дополнительное упражнение на бицепс, на статику, да. Но на кисть оно не будет эффективной. У тебя грузится больше бицепс, чем кисть. Если ты сюда положишь на 20 килограмм больше, у тебя рука просто будет вообще опускаться. Ты будешь больше чувствовать тут, вот здесь боли, чем в кисти. Оно хорошее, как упражнение дополнительное. И теперь самое важное, что именно в твоей кисти, что можно поправить и что нужно, прежде всего, поправить. Прежде всего, кисть наша работает с вот такой позиции. Не с такой, не с такой. С вот этой начинается, вот стартовая позиция. Вся нагрузка начинается вот на эту точку, вот отсюда. Вот наша нагрузка начинается. То есть, вот это упражнение, редкое упражнение, его никто не делает. Его делает, тоже заменяет толстую ручкой. Да, оно по-часту, конечно, выполняет свою роль. Но, тем не менее, это не супер-пупер-универсальное упражнение. Я считаю, что упражнение на вот эту точку, ничего не заменить с вот этой ручкой. Посмотри, какая разница. Есть две ручки. Самая толстая, то есть, то, что, скажем так, есть в каждом национале нашего высокоборца, потому что толстый трус, что писалось вновь. Куда нагрузка у нас уходит? Вот. Вот сюда у нас уходит нагрузка. Да, пальцы придерживаясь. И она двигается, вот эта нагрузка, вот таким образом. Если взять, скажем, вот кинетик у нашего движения, вот она. Вот. Угол приблизительно 25-30 градусов. Вся нагрузка уходит в пальцы наши, именно наши пальцы, стартовые позиции, вот. Вся нагрузка этих пальцев, вот, что держит, это глубокие изгибатели пальцев. Как их прокачать? До этого времени не было упражнений, не было приспособлений, и наши пальцы мы качали простым дедовским способом. Да. До определенного уровня это хватает. Когда нужно перейти на специализированное упражнение, в этом упражнении, вот именно вот этом упражнении, вот эта ручка, она может быть вообще, ее просто не быть. Потому что мы цепляемся пальцами, мы конкретно напрягаем только исключительно глубокие сгибатели наших пальцев. Вот. И держим в статике угол между пальцами и ладонью. То есть, чтобы это было вот так было. Раз и сюда. Вот так. Ну, много не перегибай, чуть-чуть. То есть, вся нагрузка на пальцы, в данный момент. Ближе подойдешь, можешь под себя подкручивать. Вся нагрузка идет на пальцы. Вся нагрузка идет на пальцы, идет на сгибатели, на глубокие сгибатели пальцы. Какое еще упражнение очень эффективное. И нужное. В данный момент для твоей техники. Это после упражнения на пальцы. Закрепить упражнение на лямках. То есть, разгибание твоей кисти идет таким образом. Что нагрузка постоянно у тебя одинаковая. За счет того, что лента накручена на ось ручки. Очень часто выполняется это упражнение еще вот так. Вот. Под малый палец. Вот то, что нужно, как бы, крюковиками. Но, снова же таки, мы говорим о том, что молоток опускается и переворачивается. То есть, вот этой позиции. А что для этого нужно делать. Берем такую ручку. Это уже мужской вариант ручки. Которая, естественно, заменяется. Взаимозаменяемо. На сегодняшний день нам нужно прокачать вот эти два пальца. То есть, вот это движение на себя. Опускаем чуть-чуть в бок. И вот наше упражнение. Грузим два вот этих пальца. На, спрой. То есть, практически, вот эти, они только фиксируют, они только держат. Цепляешься этими двумя пальцами. По-любому. И тут, естественно, рука остается... Можно эти пальцы вот так вот. Даже не. Цепляешь двумя пальцами. Что еще важно в кисти? Молоток. Молоток. Твои кисти. Это, пожалуй, ключ. Почему? Потому что молотковое движение у тебя нарабатывается немножко в делом позиции. Ты показывал, что где-то приблизительно вот так. А тебе нужно вот отсюда. Вот это вот пункт. То есть, положить вот так на середину пояс и вот сюда, на вот этот пункт. Налево. А вот там, направо. Вот так. О, вот сюда. На вот этот пункт. И разогреть одновременно. С пальцем. Тем более, что этот вес ничего твоей лапки не сделает. Ну, растягивает, конечно, хорошо. Я считаю, что нужно как минимум два раза так сделать. Разогрел. Там по 20 движений. Еще раз. Еще раз его разогреем с этим весом. И потом за каждым движением накидываем. По чуть-чуть. По чуть-чуть. Максимально на вот этой ручке, ты говорил, толстой. Сколько у тебя получалось килограммов? Более. Это 70. По? По сколько раз? Четыре-пять. Четыре-пять. Ну. До твоей пропорции, я думаю, что нужно килограмм 30 доложить. То есть так. Сто килограмм ты должен спокойно делать. Тогда будем ставить чики-пики. Да. Почему таким хватит? Я тут говорю, ты просто уложить вот эти, вот эти бомбула. Вот эти будете эти жереги положить в 100 килограмм или 70 килограмм. Но она будет хорошо уходить. Не надо. Сейчас, когда уже поставим куда больше этих вес, то, естественно, мы ограничимся до того, что это движение будет 10-15 градусов и больше. А сейчас еще раз ее разогреться, не, потому что наши мышцы любят нас не слушать. Так, полное движение. Совершенно. Ну и теперь по 10 килограммов. Нужно спокойно поставить. Кстати, одна из самых первых гантель в нашем клубе. Очень удачно. Мало того, что удачно в исполнении, то хорошо в руке держать. Сыка 35? 34 декилатом. 42 декилатом. 42. Поменьше. 42. Но если есть поменьше, то тоже ничего страшного. Ничего страшного. Тучка, это так можно вообще с пустой ножки делать? Да, да. Совершенно верно. Совершенно верно. Ну возьми, у нас есть вот 27 миллиметров. Вот она, любая гантель. Тоже самое. Тоже самое. Просто у нас есть в виду, можно накидывать в другие. А не разборные, только вот имеется в виду такого плана. Тоже самое. Только не нужно поднимать высоко и опускать низко. Нужно вот это в середине. 10-15 градусов. И она укрепляет, укрепляет, укрепляет все связки, которые прилегают до самой кистей. Вот здесь. А нам это и нужно. Ни пальцы, ни сама ладони, ни глубокие изгибатели и поверхностные изгибатели, ни пальцев. Только связки кисти. Вот эти три пункта. Раз, два, три. Вот эти три пункта нам нужно укрепить. Это самое важное. Ну, можешь пробовать и то, и то. Не низко. Теперь уже не низко. Нет. Вот так. Вот именно. Всё. А, тут несколько неудобно, потому что в середине мало места. Да. Там лучше. Раз. Устан Бобоя вот этой гантелью делал 85 кг. Но он же делал с углом относительно пола. 45 кг. А это тоже по-другому несколько действий. Железо дело такое, что, ну, нужно, конечно, нашим организмом. Безусловно. Но ещё самое важное, чтобы был хороший спарринг-партнёр. Которого, я думаю, что у тебя вообще нет. У тебя на родине. Это плохо. Да, собственно, надо загрузить твою кисть или загрузить твой бицепс. Ну, порядка нужно не кое-кому напотеть, чтобы сделать. Вот 44 кг. Это приблизительно вес, который уже можно сделать около 6-8 раз. Не больше. Если мы говорим о силе, он даже не обязательно быстро. Ну, запас потенциала, я думаю, что и больше будет, чем на 70 кг. Совершенно спокойно. Скорее всего, эта гантеля бывает неправильная. Что? Нет, просто тут больше амплитуде работает. Интренировка. Не надо. Вот, я покажу так. Да. Я вышла вот так. Снизу. Ее нужно привыкать к этой позиции. Чтобы она вот, если даже раз, то ты не даешь ей возможности разгибаться. Все. Ее вот тут жестко уставил. Все. И куда она не денется. Ну да, если полная амплитуда, то, пожалуй, да, уже и 70. А если не полная амплитуда, то, я думаю, еще только 80-90 спокойно. Даже сейчас. Не знаю. Даже сейчас. Не знаю. Каким вкусом. Ну и что самое главное тоже. Перелив. Я думаю, что перелив должен быть не меньше, чем 2,5 минуты. Не стоит, конечно, загонять себя в маленькие переливы, потому что мы входим в объемную тренировку. То есть мы делаем объем, 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 объем. Объем как раз не столь важен, как заработка силы. Нужно, чтобы связки наши сумели отдохнуть перед тем, когда мы будем ее заражать максимальным весом. Что еще очень важно? Важно то, что на каждой тренировке правило золотое, что мы на каждой тренировке должны прогрессировать. Это правда. Но если мы приходим на тренировку, у нас что-то болит, или, скажем, делаем через боль, лучше это вообще отложить и идти домой. Потому что любое через силу приводит к тому, что рано или поздно что-то начинает рваться. На самом деле у нас тут железа хватает и не такие веса тут поднимали. Поэтому нужно нагрузить. На антаре 64 килограмма. Можно сказать, рабочий вес. Продвижаемся к твоей критической точке. Второй помогаю рукой, чтобы не работать плечами. Продвижаемся к твоей критической точке. Надпись. Продожئ. К вашему нечего, чтобы не�일аться, не отправляем. Прод quase нечего, где гор Buck's край, которая работает. Ну и какая разница между толстой и этой ручкой, есть ощущаешь, есть какая-то ушедышь, толще легче, да, что-то не так кажется. Значит, закон механики нашей исправдовался, вот эта точка до этой точки дает нам рычаг побольше, поэтому кажется всегда, что тяжелее. Мне тоже, именно вот это упражнение тяжелее делать, чем толстые, а мы делали всегда толстые ручки, нас приучили, толстая, только должна быть толстая, потому что это пальцы, это то. Оказывается, что не всегда надо грызть пальцы в одном и том же упражнении. Последний раз, я думаю, еще не будем сегодня нагружать так, чтобы руки отпали. Четыре дня после чемпионата мира. Четыре дня после чемпионата мира, сутки в пути, сутки в пути, лучше не напрягаться. Так, уронис не истощенный. Ну, на самом деле уронис не истощенный, скажем так, не было-то тяжело выиграть эту золотую медаль, там было просто. Так, не скажи, связки. Живем, да. Так, связки. А что же тогда говорить в тех, которые эта рука отлетала после твоего молниеносного утара? У них тогда вообще тогда связок не должно быть. Тем не менее, ребята приедут, восстановляться, будут готовиться к турниру, который пройдет в Москве. Кстати, очень достойный турнир. А один в Москве пройдет в июле месяце. На котором, естественно, мы видим Андрюху. Мы видим еще Дениса Цыпленкова. Мы видим еще Фаридова Узманова. Мы видим новых талантливых спортсменов с Америки. Тот же самый Джон Брзенк собирается и Травис Баджет. Очень будет интересно. Ну, а потом, понятное дело, мир снова. Кубок мира среди профессионалов. То есть, нас на следующий год ждут самые интересные моменты. Практически каждый месяц. Потому что так можно это сказать. 74 килограмма. Видите, это максимум мирный. Я предлагаю тебе просто умыть руки. А я могу сказать дополнительно, что... Вот то, что вы говорили, золотое правило механики, рычаг. Это вот тот момент, к которому мы подходим. Нас когда-то учили, что мы должны бороться... Не бороться, а тренироваться на толстых ручках. И только на толстых ручках. Тем не менее, многие спортсмены боролись, выигрывали на чемпионатах мира. Когда их спрашивают, чем они тренируются, они брали обыкновенный тонкий гриф штанги. И делали вот такое упражнение, как делает Андрюха тонким грифом. Все говорят, ну как же? Нужно толстой ручкой, а то, а там-то. Еще раз повторяю, на сегодняшний день наша задача укрепить его кисть. Вот именно запястье. Запястье. Которое у него, естественно, возле время борьбы, конкретной борьбы. Получается вот такое движение. И тогда он добавляется таким образом. Естественно, пронатора у нас очень много хватает, чтобы провернуть кисть сопернику. И поэтому это движение старается человек выиграть. Но это неправильно. Травматично. Я помню, в 2004 году во время поединка с Алексеем Поеводом именно таким вот движением Андрей Пушкарь все развалил локоть. очень. Это было видно на видео, как эта рука просто отлетела. Потом Алексей его похлопал по плечу. Спросил, все ли нормально. Что-то борьба. Пожали себе руки. И как бы зажила. Зажила рана. Но... Кстати, с Алексеем Поеводом в 2004 году, ты помнишь, когда боролся? Тогда... Я так понял... Понял. Я знаю, что у тебя была травма очень сильная. Ну, разрыв с углубого сумки был. Наверное. Вот. Это все стояло, рука ушла. Да. Ну, серьезная была травма. Я думал, что уже на правую руку как бы не буду бороться. Честно говоря... А была какая-то операция? Как или что-то делать? Да не, по чуть-чуть. Я полгода вот так пальцы не мог с места сдвинуть. Хорошо. А вот этот шрам, что у тебя здесь есть? Что это такое? Это просто какой-то там царапин? Да это дома ремонт делал. Понятно. Понятно. Делал ремонты, заметьте. Не вшивал себе какой-то кеваран или какой-то лавсан. Да, лавсан. Это ремонт. Ремонт. Ну и попетка, непетка, говорил Сталин. Четыре дня после чемпионата мира штурмуем рекорд. Больше чем 70 кг. Так, неудобные ружки. Эти ружки, кстати, первый раз работают. Ну? Да. Так мы ж тут не собрались, чтоб тебе было удобно. Да, не знаю. Второй, 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 да. Вот. Вот теперь чувствуете то, что вот этот пункт, именно вот этот пункт, да я тебе знаю. левой рукой чуть-чуть даже лучше получается, чем, мне кажется, правой. Ну, чуть менее загрузил. Ну, да. Тем не менее, 74 килограмма на следующий год твоя задача сделать спокойно соткой. Спокойно. Именно это упражнение. Почему? Потому что, вот это упражнение, как бы, в кисти это база. Можешь иметь, какие хоть сильные пальцы, можешь, не знаешь, камни, это самое, душить своими пальцами. Но если у тебя будет кисть слабая, у тебя всегда будет вот это. Раз. И раз. То, что тебе не нужно. То, что есть травматичнее. То, что в 2004 году довело до того, что разорвал суставную ясовку. Этого не нужно делать. На сегодняшний день это и так много чего поправит. Потому что, это уже не тот Андрей Пушкарь, который был в 2004 году. А Алексей Воюля, кстати, уже тогда делал вот это, вот это движение через большой палец. Вот сюда. Раз. Именно таким образом в 2004 году на Кубке Мира среди профессионалов в Варшаве Алексей Воевода уверенно просто стал обладателем Кубка Мира. Вот. Это допомнивало просто колоссальную форму. Эти 120 с лишним килограммов чистого живого мяса помогло Алексею стать обладателем Кубка Мира. Он был этим обладателем трижды. Потом, конечно, были лучшие ребята. Тот же самый Джон Брзенке имел это четыре раза. Андрей был обладателем Кубка Мира два раза. Один раз на левую руку. В 2007 году и второй раз тоже, кстати, на левую руку. Уже в 2011 году. Закончил миску миску. Закончил миску. Уже в течение Уже в течение 2 раза. закончили мы тренировку на кисть на запястье подчеркиваю и переходим более интересным упражнением специализированным упражнением упражнения которые прежде всего грузят глубокий изгибательный пальцев движение рычаг . рычага начинается самих пальцев до этого момента все мы использовали толстые ручки говорили что только толстая ручка ключ нашей программы да она помогает на первичном этапе на начальном этапе многие спортсмены только это упражнение в общем-то должны выполнять да и не каждый себе может позволить иметь какое-то специализированное упражнение специализированной ручки но задача рукоборца какова за короткое время добиться максимального результата почему потому что чем старше мы становимся хуже нам восстановиться хуже идут нам тренировки нам уже лень не хочется ничего делать и тому подобное а это все потом естественно выливается в то что спортсмен выходит нам постоянно будет он готовым сильный а его рука идет влево и все так второе упражнение каким образом палец можно ли спрятать в трубу или придержать вот этим пальцем вот этот штырь вот таким вот и это упражнение на себя первоначальное движение которое мы выполняем когда боремся через верх на себя на себя нагрузка на пальцы да именно так но еще важно чтобы стартовое положение вот здесь и здесь было 90 градусов и сильно не загибай потому что тут только исключительно мы напрягаем вот не больше очень иногда неудобно приспособиться к этому упражнению как некоторые просто вот сюда так переходит и она может вот так сделать нужно приспособиться но тем не менее движение верное именно вот так упражнение надо выполнять я даже чуть лиже поставил вот так на этом тренажере есть возможность не только добавлять эти огощения с помощью там изменения вот этого тяжести на что все но еще вот эта труба на самом деле это не для того же вам для красы но не нужно повесить больше тягощей всем нам известный алексей семеренко на таком тренажере на трицепс делал 190 килограммов мы вешали на его пояс два блина по 25 килограмм и еще сами его придерживали а он в этот момент так что он придержит самое главное чтобы наши руки давай еще раз подгрузим этим весом а потом уже а 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 правый а правый и все важно для это было плоским пальцем угол тут 90 градусов и между вот этим и вот этим тоже 90 градусов, вот это очень важно, то что он там пальцы чуть сюда даже загнулся, не важно, самое главное, чтобы этот угол держался. Можно еще что сделать, я просто вижу, что у тебя гораздо массивнее рука, чем эта ручка, ее можно немного сделать толщим образом толще, то есть все то же самое, вот это цепляется аж тут пальцы. Нога не заебай, чуть-чуть, на себя. Как больше нужно ждать еще? Ну да, лучше она пальцы ей бежит. Кисть подгрузили, пальцы при этом были свободные, потому что мы работали только на самом запястье. Сейчас загрузим пальцы целые, потом добьем еще одной ручкой и перейдем на сжатие. Вот четыре упражнения сегодня сделаем, на саму базу, на саму кисть. Я считаю, что буду капец. На самом деле, не стоит выполнять больше, чем пяти-шести упражнений. Можно их, естественно, расстрелить таким образом, чтобы сделать дольше перерыв, сделать эту тренировку два часа, не полтора, не час-два. Но, нагружая кисть и пальцы, просто можно выполнять следующий момент. Если, скажем, для нас важно именно вот пальцы, то это упражнение делаем первое. Как первое. А потом уже грузим кисть на гантель. Если для нас важно сжатие, значит, берем тогда эксцентричную гантель и грузим эксцентриком сжатие, а потом все остальное добиваем. Нужно чередовать. Поэтому, после этой кисти, что сейчас мы делали, естественно, веса на вот этой ручке будет поменьше. Но, если это упражнение делаем первое, то понятно, что делаешь упражнение, что у нас будет больше стамоте расщелья. Поставь руку на этот самый. И сделай самую руку. Вот так. Смотрите. Сейчас еще раз привыкли кистью вот этой ручкой пальцы. Самая любимая, пожалуй, прожжимая. Просто жесть. Вот эта ручка позволяет нам по всей плоскости разъебать кисть. Не просто вот в этом движении иметь спадок напряжения на пальцы. То есть она постоянно, можно сказать, разъебает кисть. Хорошая. Достойная. Можно его отдельно применять. То есть он не имеет вот такой ручки. Можно только вот такой, конечно, естественно, нагружать свои пальцы и кисть. Но, в идеале, конечно, лучше и то иметь всегда в запасе. Что еще важно. Здесь 52 миллиметра. Для девочек 42 миллиметра. Для меньших пальцев и ладоней. Я считаю, что больше не стоит. Больше какую-то делать гораздо больше. Да нет у нас таких пальцев, чтобы делать. Ну, разве что Аллану Каралеву, там его вообще нужно 105 поставить. А у нас нет таких пальцев, чтобы делать. Ручки. Локоть на 100. Иди. Локоть на 100. Добивка. Добивка. Понятное дело, будет идти вот этой ручкой. Тут вес будет, конечно, чуть легче идти. Гораздо, чем на той. Этот вес, который сейчас стоит, можно, скажем, так взять его как разминочный. Вот так он. И не спеши. Просто четко выполняй движение. Сделай так, чтобы вот это упражнение делать на 3 секунды, скажем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Думаешь, что виски стоит больше ставить? Да. Ну и как? Чувствуем, что виски стоит ближе. Локоть возле себя ближе. Я работаю телом потягиваю, локоть я оставляю просто возле тела. Вот, вот так. Вот так. Спеши или не спеши. Ну, это только люди без цветочки. Что это упражнение делать? Да, естественно, мы тоже применяем с гриппами, он есть и тут, и тут. Это, например, упражнение можно выполнять даже на большой палец. Вот таким образом. Значит, хорошо пробивает вот такие блюсти. Тарас Ивакин, кстати, люблю выполнять упражнения. С другой стороны нужно ставить тренажер просто, чтобы это было запрошено. Или нет, мотоцикл у нас. Вот так, идти. Новенький. Только мы сегодня на нем тренируемся. Только для нас сделанный дома. Свежий. Ребята с Германии заехали. Купили стол, купили там мельсобные ручки. Говорят, о, мы-то это тоже забираем. И то забираем, и то забираем. Короче, ползало пустого. Автобус полный поехал в Германию. На самом деле, этот аппарат был сделан, можно сказать, один из первых. Потом он был усовершенствованный несколько раз. Несколько раз. На сегодняшний день вот эта формула остается нерушимой. Это его финальный выгляд. Больше, думаю, исполняться какие-то поправок уже на нем не будет. А делался он в течение 7 лет. Первый прототип, конечно, выглядел так. Надо от него. Ну, зато вот этот уже, конечно. Давай сюда вот. Ну, я думаю, что там, конечно, железа мало. Ничего нету лучшего для загрузки кисти. Сжатия именно. После того, всех этих упражнений, чем упражнение на силу сжатия. Гантель старенькая, прототипная, но рабочая. Я думаю, еще ни одному поможет в своих тренировках. Вот вам и весь перекуп. Давай, Андрюша. Тут делаешь до отказа, пока не начинает проворачиваться вниз. Таким движением подливаешься. Вот так. Вот так. Вот так. Мать нашего сжима. Самая лучшая вещь. Ни один гриппер не поможет. Я вам говорю. Ни один. Как правило, вот это упражнение только желательно делать на самом конце. Почему в том, что оно именно делает вот эту всю добивку. Все глубокие загребатели пальцев, и поверхностные, и все остальные мышцы, которые держат пальцы. Все это в одну кучу. Очень хорошая вещь. Если тут бы была чуть-чуть толще ручка. Ощущаешь движение по-другому. Ну, понятное дело, если вот это движение будет гораздо мощнее от бицепса, что в идеале не встречал еще никогда, то тогда будешь грузить уже бицепс больше, чем кисть. Вот то, что ты делал здесь, вот оно. Ты поднимал ее на кисть, что она тебе давала? Практически, она тебе только грузила бицепс. Потому что ты сюда ложил, понятно, делал больше килограммов. А тут сколько килограммов? То есть по 5 килограммов. 15 килограммов плюс это. Ну, там все вместе 20 килограммов. И она сделала больше работы, чем на бицепс, на лавочке. Скотт это делал. Скажем, там 40 или 50 килограммов. Потому что тут конкретно кисть из жима. А там был бицепс. Тут бицепса нет. Он там практически, ну что, что это за бицепс? 20 килограммов. Ну. Аж до момента, пока она не начинает, она проворачивается. Понимаешь? И не надо делать медленно. Импульсивными движениями, чтобы она тебе постоянно била по кисти. Вставляла в пальцы. Вот тебе пример. Она проворачивается. Это сразу свидетельство, что пальцы распускаются. И чем дольше они держат, тем больше ты делаешь, что ты гантели больше не держат, тем естественно лучше. Длина здесь тоже имеет значение. Чтобы она была луже, было бы неудобно. Чтобы она была чересчур длинна. Она была бы тоже неудобна. У нас есть вот такой прототип. Чик. Вот. Ну, стол с червучкой. Это как раз с острой насечкой. Это тот вариант, скажем, для Андрюхи пальцев. Но. Но. Это тоже хорошо вставляет. Но тем не менее, для больших пальцев эта ручка будет лучше. Лучше. Ну, а что женщины? А бедные женщины могут только с одним таким налистником выполнять. Больше ничего не сделают. Давай, Андрюха. Добивай их. Только надо. Вот. Вот эти выжимы. Первый признак опущения пальцы не работают. Ну, что, на сегодняшний день, я думаю, хватит. Четыре упражнения выполнено с достаточно неплохим весом. Так как мы говорили, в первом упражнении как минимум сто килограмм для Андрюхи, для того, чтобы эта кисть вообще не гуляла. На той ручке, понятное дело, еще тоже нужно будет как минимум четыре или пять длиннов доложить, чтобы держать силу через пальцы, силу кисти. То же самое, на клиента. Ну, а тут, ну, что я могу сказать. Здесь, скажем так, тут еще как минимум два блина нужно иметь. Ну, минимум. Чтобы это сжатие было такое же бетонное. Это, как говорится, первая часть тренировки на кисть. Потому что еще есть пара пунктов, пара мест, которые нужно обратить внимание. Прежде всего, это упражнение на молоток разного рода. на молоток. Но это, я думаю, будет в следующий раз. Поэтому, на сегодня, я думаю, это хватит.